Она сначала немножко была, там будет один кирпич, а сейчас вот за неделю она вообще обрушилась. Так неделю назад в доме 43 по улице Максима Горького из цоколя здания вывалилась горсть кирпичей. Ранее жители своими силами уже пытались укрепить внешнюю сторону дома монтажной пеной. Жильцы переживают, что это только начало разрушения. Мы приехали 10 лет назад, вот что было, вот только потихонечку все рушится. Что в подъезде, что снаружи, что внутри, что подвал. Вот и все. У людей там крыша где-то протекает и у них потолок обрушился практически. Вот и все. А к компанию когда обращались, они никакого результата не было. Потолок обрушился и в подъезде год назад. Вот это год назад обрушилось. Они пришли, посмотрели, руками поняли и все. Год. За год никто не удосужился элементарно убрать остатки потолка с пола. Состояние подъездов тоже оставляет желать лучшего. Все стены обшарпаны и давно не видели косметического ремонта. Жильцы ждут и просят помощи. Мы ругаться ни с кем не хотим, жаловаться тоже мы не хотим. Мы просто хотим помощи. Это какой помощи? Помощи, чтобы нам сделали ремонт в подъездах сделали. И вот это заделали по всему токольное. Помощи нам надо, кому обратиться. Однако мнение людей о том, кто должен заботиться об имуществе, немного разделились. Ну надо же маленько поддерживать. Жильцам-то тоже. Мне не то, что я защищаю этого управляющего. Лет 30, наверное, уже или 20. В подъездах отбит штукатурка. Можно же самим жильцам это сложиться, потихоньку делать. Хороший дом. Сохранять его только надо. Управляющая компания Лига, которая обслуживает двухэтажку, сообщает следующее. Что касается детской площадки, которая уже год завалена тополями, проблема та же. Задолженность. До сих пор 4 тысячи не доплатили по этим прочим расходам. Соответственно, те деньги, которые были заложены на утилизацию, они нам до сих пор не оплачены. Я их из какого кармана должна оплатить и вывезти? Заниматься поиском ответственного за состояние дома можно долго. Однако, как ни крути, без надлежащего содержания он постепенно приходит в негодность. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.